В этой квартире я живу. Вот здесь вот находится шахта лифта. Я захожу из дома. Вот так вот. И здесь пропасть. Даже месяц спустя Виктория Истомина не может спокойно говорить о происшедшем. Женщина чудом не упала в шахту лифта. Его в доме 37-3 по улице космонавтов уже месяц как меняют. В тот злополучный день Виктория вышла из квартиры с собакой. Прогулка едва не стала последней. Я вот так распахнула дверь, собака выскочила, перевернулась и начал пятиться, пропуская меня. Ну и я тоже развернулась, смотрю, я уже очень поздно обратила внимание, потому что у нас лифт находится в углублении. Вот смотрю, собака начала падать. Я за ним кинулась, естественно. То есть когда у вас есть какая-то, ну, кого-то спасать, вы же не можете понять опасность. Вот. И я поэтому кинулась за собакой. Я чудом удержалась. Просто чудом. Домашний любимец отделался легкими ушибами и сейчас чувствует себя хорошо. В происшедшем Виктория винит строителей. Они якобы оставили открытую шахту лифта. Рабочими недовольные соседи по площадке. Мне наложили сюда железок. Вот я открыла дверь, у меня вот такое расстояние. Я боком-боком, я полная. Не могла вылезти и дверь открыть, и всё такое. Чуть туда не упало. Сегодня ремонтная работа в девятиэтажке в самом разгаре. Строители обещают установить и запустить новый лифт уже через три недели. Однако даже такие сроки многих жителей дома не устраивают. По федеральному закону замена лифта должна происходить в течение 30 календарных дней. Подрядчик взял подряд на несколько домов, объединил. И теперь у нас дом уже стоит полтора месяца. Неудобство то, что у нас в доме пожилые люди, то, что у нас в доме и больные люди. И мы не можем спускаться постоянно. С претензиями к работе строителей жильцы обратились в фонд капитального ремонта Липецкой области. Разговор с приехавшими представителями ведомства получился бурный. К согласию стороны так и не пришли. Замена лифтового оборудования – это объект повышенной безопасности, это вертикальный транспорт. И здесь выполнение работ по срокам не может быть менее двух месяцев. Что же касается несчастного случая с собакой Викторией, то здесь представители фонда вины за строителями не видят. Техника безопасности соблюдается полностью, просто на собак она не рассчитана. И естественно, любой человек, проходя, он просто так не попадет в шахту, так как человек рабочий находится непосредственно перед ней и ведет монтажные и демонтажные работы. Соответственно, животное, в первую очередь хочу отметить, что есть федеральный закон, согласно которому все животные должны находиться на поводке. Теперь этим вопросом займется Липецкая прокуратура и городская жилищная инспекция, куда жители дома направили жалобы на действия строителей. Георгий Атанасян, Валерий Фаустов. Липецкое время.